Гости. Михаил Пришвин. Сегодня с утра стали собираться к нам гости. Первая прибежала Тресогуска, просто так, чтобы только на нас посмотреть. Прилетел к нам в гости журавль и сел на той стороне речки в желтом болоте, среди кочек, и стал там разгуливать. Еще с копа прилетело рыбный хищник, но с крючком, глаза зоркие, светло-желтые, высматривала себе добычу сверху, останавливалась в воздухе, для этого и пряла крыльями. Коршун с круглой выемкой на хвосте прилетел и парил высоко. Прилетел болотный лунь, большой любитель птичьих яиц. Тогда все Тресогуски помчались за ним, как комары. К Тресогускам вскоре присоединились вороны и множество птиц, стерегущих свои гнезда, где выводились птенцы. У громадного хищника был жалкий вид. Этакая махина и улеплетывает от птичек во все лопатки. Неустанно куковала в бару кукушка. Цапля вымахнула из сухих старых тростников. Болотная овсянка пикала и раскачивалась на одной тоненькой тростинке. Землеройка пискнула в старой листве. И когда стало еще теплее, то листья черемухи, как птички с зелеными крылышками, тоже, как гости, прилетели и сели на голые веточки. Ранняя ива распушилась, и к ней прилетела пчела. И шмель загудел, и первая бабочка сложила крылышки. Гусь запускал свою длинную шею заводь, доставал себе воду клювом, поплескивал водой на себя, почесывал что-то под каждым пером, шевелил подвижным, как на пружине хвостом. А когда все вымыл, все вычистил, то поднял вверх к солнцу высоко свой серебряный, мокро-сверкающий клюв и загоготал. Гадюка просыхала на камне, свернувшись в колечко. Лисица, лохматая, озабоченно мелькнула в тростниках. И когда мы сняли палатку, в которой у нас была кухня, то на место палатки прилетели овсянки и стали что-то клевать. И это были сегодня наши последние гости.